Привет, дамы и господа, мы на стриме. Сегодня мы обнаем магазин 33 раза и затестим новую игрушку на ГВшке. Так, 93 у меня должно остаться. И свитки будем открывать в субботу. Раскачал сегодня Джуну. Джуна. Джуна. Короче, самурай огненный. Посмотрим, что он может без скиллов. Да, ровно на Джуна у меня в альбоме. У кого есть доступ к альбому, можете посмотреть его сегодня уже ночью. Или завтра, когда видео это выйдет, уже наверняка будет. Еще и устойчивость закрыта. Но не купить такую руну, это просто. Я не знаю, ребят, если вы такую руну видите, и у вас не хватает маны, идите почку продайте. Почку продавайте, блин. Виолентный иммунитет. Шестой слот на атаку. На хп, наверное, еще больше ценится, но на атаку. Так еще и более-менее адекватные допы. Только скорости не хватает. Такое не купить вам просто не простят. Вас со школы выгонят. Естественно, купить. Божечки. Давно они... Опа. Посмотрите. Так, надо читы выключить, да, на магазин? Забываю. Так, все, больше не будет. Больше нормального дропа не будет в магазине. Все. Достаточно. Так. Ага. 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 Еще пятерик. Так оно и есть, да? А ура стримеров, все дела. Да нет, это просто читы. Читы на магазин. Покупайте. Покупайте у меня. Какой-то школьник напишет. Аракис, почему читы на магазин? Так, 40 гривен на новые штаны. Давай еще пару мистиков. И типа на... Так, это... Нет, нет, нет. Так, ради интереса смотришь, но все равно не купил бы. Мистички есть. Нам нужны мистички. См-см-см-см-см. Показались. Ну, пару мистиков бы еще. И лдшку надо дособрать. У меня 40 или 45 частей. Сейчас посмотрю, сколько у меня частей. Классно, читы сам юзаешь. Вообще не палишь меня. Ни разу. Ну, аура, читы, какая разница, да? Типа аура не так... Не так палевно звучит. Окей. Вот, давайте еще последний раз. Так, смотрим, сколько у нас свитков. На субботу. Так, 15 мистиков. Камни, опять же, ожидаем. Пока непонятно. Четыре, сегодня три этих дали ветреных за лобу. И один огненный за лобу дали. Вот, как я говорил, пять кусочков не хватает. А здесь до субботы, ну, вроде, это собираю. Тридцать кусков я уже купил. Да, через... Через мастерскую и еще где взять 36 кусков. Блин, такое западло. Этого одного кусочка, блин, не хватает вечно. Не знаю, где взять. Ну, разве что с мирового босса каждый день будет падать. Так еще и с магазина. Скорее всего, не успею обновлять. Ну, и так жирно каждую неделю легендарку открывать. Каждую неделю. Ничего себе. И еще скоро будет бесплатная башня. Нормал башни нам будет пройти. И с него тоже будет там какой-то дропчик пиратика. Тиану, я думаю, тоже возьмем. Потому что, ну, все-таки они могут быть в иммунитетах. И они должны быть якобы в иммунитетах. А там будут они в иммунках или нет, это уже такое угадывать не хочется. Скорее всего, в иммунитете в таком рейтинге. И тестим сегодня Джуна. Без скиллов, но с рунами. А во вторую пачку. Хочется взять цинка, но шарик нам может все испортить. Очень сильно может испортить нам все. Поэтому цинка мы сюда не возьмем. А ускорять цинка, чтобы он походил первым, наверное, будет крайне глупо. Возьмем сюда паладиншу. Падладиншу. Мы сюда возьмем еще... Кого я вчера улучшал еще? Уже не вспомнил. Можно взять... Эта подруга может отъехать через пару проков. Давайте возьмем сюда варвара. О, Арнольда. Ладно, мы Арнольда тестили вчера. Неплохо зашел Арник переодетый. Или взять еще Арника. Арник не в иммунке. У него может залететь куча всякой букаки. Давайте возьмем варвара. И возьмем-ка мы еще сюда в эту пачку. Скорее всего, какую-то иммунку быструю. Иммунка быстрая это либо Арх, но этот может обогнать меня. Он же все-таки под лидеркой. Либо это будет Вуса. Скорее всего, это будет Вусевич. Давайте тогда вместо паладинши для варвара добавим что-то... Либо раскол, либо баф на атаку. Давайте, наверное, раскол добавим. Анабелька у меня быстрее. Это я точно помню. А добавим Анабельку. Фулл влажная тима, короче, будет. Ладно, чтобы мне варвара не нагнули. А то этими двумя саппортами будет тяжело вырулить. Но это возможно будет. Могазин ельдии. Что такое магазин? Вот, как я говорил, что все-таки будут иммунки. Хоть на ком-то давай. Три раскола. Ты мог не закинуть раскол вот сюда. И было бы вообще пофиг. Но не закинуть раскол вот сюда. Вот сюда. Это не есть хорошо. Так, рассечение пламени. Так, смотрим, сколько мы ударим. Без проточенных скиллов. 15. 2000. Так, ну и еще 15, да? Ну, хоть кого-то убили. Уже радует. О, еще и получили себе куполочек. Который сейчас снимет, да? Пока, пират. Ну, пират, это карма. Не обижайся. Я вот думаю. Завязаем этот скилл. Может, типа, критонем, может, убьем? Давай. Ну, крит. И сейчас подхилл будет, да? Ну, это минус, скорее всего, пират. Да. Понятно. Ну, пират. Здесь чисто зарешал, скажем так, пират. Мы еще не закинули ни одного дота. А посмотрите, Сиара просто... Сиара просто тупо не дает ничего сделать. А, уже магазин. То магазин, то магазин. Вспомнил, что русский язык надо учить было, да? В школе. Да, магазин. Когда украинец поправляет кого-то в чатике, это очень забавно смотрится. Даже я в Украине и нормально знаю русский язык, и правописание у меня охуенное. Магазин. Ребята просто мега умные. Почему их в школе учат? Хотя они и в школу не ходят. Так, давай сюда метку. Так, сюда колбейка. Отлично. Сюда убьем, нет? Хватило. Убили. Так, сейчас мы еще подхилимся. Давай доты. Упс, заслипай. Подхиль. Он докопался же до варвара. Одного варвара и долбил. Могозин. Нам нужен будет кто-то, типа, чтобы ускорить нашу пати. И нам нужно будет брать на расчет того, что у нас Теомар сможет остаться. Он, скорее всего, останется. И может убить Джуна, чтобы затащить эту катку. Нам нужен какой-то саппорт. Кто у нас еще может ускорить? Бастык может ускорить, но она баф на атаку даст. Это будет крайне глупо. Это нам не надо. Мы возьмем сюда, наверное, либо Шарик. Да, возьмем Шарика Воды. Скорее всего. Мне кажется, он сюда зайдет. Может еще и застанет кого-то поначалу. Да. Так, а сюда мы возьмем... Поможем сюда взять Арника, который будет делать Кусь. Как раз лидерка. Арник. Хил есть. Сваровать бафы есть чем. Ну и иммунка есть, которая полностью сюда контрит. Погнали. Главное, чтобы сейчас вся пачка не была в иммунитете первая. Отличненько. Отличненько. Так, нам хватит скорости. Шикарно. Пират. Просто дай баф на атаку и закинь сюда раскол. Устойчивость видели? Если бы Шарик сейчас не закинул... Ой, это пипец. Давай. Тринадцать. Тринадцать. Понятненько. Ай-ай-ай. Даже не пробил. Слей. Что он там делает? Так, стремительно атакует. Два раза. Ага. Крит доты оставляет на два хода. Это прикольно. С первого скила он кидает раскол. А это он просто пробивает. Но был бы у него сейчас щит, я бы его уже ударил. Да, уже бы ударил. Но мне кажется, лучше ударить вот этим двойным рассечением. Если хоть раз крит, о нем можем оставить типа дот. И если Теомарс после этого прокнет Виолентом, он может за счет этого и сдохнуть. Да, наверное, это самый выгодный вариант будет. А ну-ка. По-моему, крит был. Ну ладно. Что, я буду осуждать? Ну, так, давай. Дадим ему еще ход. Выдарим его каким-то скиллом. Ну, первым, понятно. Гланс. Все вимонках. Все-таки жирненькие. С кого будем воровать? Наверное, давай с тебя. И Слей-Этагбар. Красавчик. Отлично. Он ему сейчас не хочет затратить метку. Сейчас мы сделаем по-другому. Главное, чтобы она сейчас не склинтила. Мы можем его, я думаю, и так забить. А метку мы сейчас дадим вот сюда. Давай, метка. Отлично. И ее же кусим. Давай сюда-ка. Когда хочется с ним просто поразвлекаться, что ли. Доты. И сюда кус. Минус, да? 22 куска. Нормально. Парник могет. Так, Слей-ка. Отлично. Кинем, немножко, чтобы не стоять в заморозке. Давай метка. Красавчик. Как же он часто ходит, да? За счет своего третьего скилла фулового. И при том, что висит метка, я опять готов его меткой бить. Вообще жестко. Один ход ты успеваешь еще раз ударить по его же метке, которую накинул. Нужен ли нам здесь иммунитет? Но в теории да, потому что она может закинуть свой шальной раскол. И все, и кому-то будет Габелла. Вот для Арника только здесь надо будет добавить, наверное. Можно взять Часунку. Часунка на себя примет удар Перны. Но Перну мы можем долго убивать. Меткой уметку, да? Взять Шрен просто сюда. Шрен может попасть под удар Перны. И Перна может через 2 прока, через 2-3 хода убить Шрен. Это не закатит. Взять сюда еще Авариса. Вот это вариант. Но мне может Этна застанеть Авариса. Взять сюда Раки. Раки может получить ульту от Мунлонга. И все, и Перна тупо добьет. Вот видите, немного выкручивает кокосы. Поэтому сюда мы, наверное, возьмем еще... Может... Нет, Афнис тоже не закатит. Короче, нужно взять либо Ветреного моба, либо Водяного. Ну, либо какого-то Светлого, Темного. Давайте возьмем сюда еще Светку Соколову. Или Паладиншу. Паладиншу. Светка, Светка. Ее тут и бить никто, наверное, не будет. Возьмем, короче, ее. Может закатит, а вось покатит. А сюда мы возьмем... Куперпачка сюда зайдет. Но мы ее брать не будем. Наверное, мы возьмем сюда шарика воды. Возьмем сюда шарик... Ой, шарика воды. Это вы поняли, да? И возьмем-ка мы сюда еще, наверное... Нам бы залить шарик... Нам бы залить Канамию. Берник, Канамия, плюс Калли. Мы убиваем ему Панду. На Берника заагрится. Блин, шарик может нам все испортить. Первый Радомир. Так. Привет, привет. Наверное... Попробуем взять Берника. Попробуем взять Калли. Калли поставим лидером, чтобы кританула. Сама по себе может бафнуться. Но шарик мешает нам. И мне бы сразу кого-то вынести. А не ждать того, что шарик не кого-то застанет. На рандом этот рассчитывать. Если взять еще кого-то... Типа Шрен. Типа Шрен. Но мы не убьем, скорее всего, Панду. Можем убить шарика, кстати, после этого. Бафает. Этот заливает, этот бафает. И Шрен убивает шарика. Если мне хватит залива от Акбара. Посмотрим, попробуем. Да, давайте такой пачкой попробуем. Ни разу такую пачку, кстати, не юзал. Это прям дебют какой-то будет. Да. Именно в такой комбинации ни разу не юзал. Была Бастет. Но чтоб Берник был, я еще ни разу. Прям что-то новенькое. Так, это не самое быстрое. Так. И в ответ. Смотрим, сколько мы куснем теперь. Буквально вчера, позавчера, он дамажил 15 055. Смотрим сейчас. Почти полторы тысячи сверху накинули. По дамаге. А в сумме он опнулся на 4,5 или на 5 тысяч хп. Прям ничего не потерял. Опнул себе просто хп. 4,5 тысячи. Это жестко. Так, бафнемся в защиту. Слип. Контратака. Спасибо. Слип. Не-не-не-не-не-не-не. Только не стан, пожалуйста. Паскуда. Загри. Отлично. Так, Сидака еще. Загри. Хорошо, когда Светка шустроит. Посмотрите, как она атак барда набирает быстренько. Посмотрите, уже фактически перна догнала. Так, бафнемся даже. Сделаем кусь. Мы же еще не убивали, да, по-моему? Так, нет. Сейчас не будем делать кусь. Хп-шки так маловато. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подхил. Агрим на себя. Отлично. И добиваем, да? Да, 16-4-6-7. Надо как-то сделать 16-500 ровно. Или 555. Прям как-то так запариться с хп-шкой рассчитать. Обточить каким-то чудом. Вот я не уверен, что я убью шарика под шилдом. Через шрен. Шрен все-таки больше саппорт. А кали сначала нужно бафнуться. И вариант у меня убить. Ну, типа в теории у панды может быть меньше хп, да? Ну или наоборот. Панда может быть заряженная под хп. Вот сейчас вот, чтобы не прогадать, кому дать скилл. С одной стороны, если я не дам ульту сюда, я не убью шарика. То шарик сейчас на меня накидает кучу каки. Дам сюда ульту, может не хватить дамаги. Ну, как и в шарика, конечно же, это понятно. Сейчас мой шрен ударит 1025 где-то. Может 27. И возможно это хватит по шарику. Скорее всего шарика я буду убивать. Потому что кали просто не останется выборока убить. Мне придется добивать через кали шарика. Две ульты давать. Две вот этих вторых скиллов давать. У одного персонажа не хочется. Ну вот и все. Вот и весь разговор был. Так, сюда ка ударим. Ай. Так, но он все равно будет агриться в основном на Бернарда. На Берника. И кого бы сейчас выгоднее убить. Но Панде сейчас все равно кого убить. Либо Берника зачастую будет бить. Потому что меньше всего хп. Либо шрен. Убить Панду. Или убить Ракана. В теории выгоднее убить в этой ситуации именно Панду. Потому что у нее есть раскол и 100% контратака. Ага. А вот Ракан прокнет, не прокнет. Это уже дело другое. Да. Убиваем ему Панду. Балансим. Так, даем первый скилл. Вот, 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 вот чего я боялся. Он сейчас может, он скорее всего сюда и ударит. А нет, все равно. Видите, пока не решился. Не прокай. Твою за ногу. Минус. Так, ну и вся надежда тут на шрен. Шрен добивай. Отлично, добили. Да, почти изи. Почти. Ну, с Берником прям зашло. Но мог шарик быть чуть-чуть быстрее. Он бы мог бы вклиниться между вот этими ходами. Берник у меня все равно походил бы первый. Калли бы, к примеру, бафнула. А шрен уже могла бы не успеть. Это тоже повезло по скорости. Все, что шарик оказался максимум там 170-180, а не там 190-200. Кому что нужно, пишите мне вконтакте. Консультации через корон, доступ к альбому. У меня появилось 3 свободных места. Могу всю ночь качать вам либо персонажей, каких-то мобов на корм. Либо могу вам отбивать гиганта, дракона, некорманта. Все то, что вы делаете днем, а ночью вы спите. Ночью вместо вас могу делать это я. Это стоит дешевле консультации. Поэтому пишите вконтакте и договоримся. Каждую ночь с понедельника по пятницу буду вам формить на вашем аккаунте. Либо когда говоримся там на день, на два, на неделю, на месяц. Можете взять пробный, не знаю, период на пару дней. Если вам понравится то, что я делаю на вашем аккаунте, продолжим и буду формить у вас по ночам на аккаунте. И соответственно вы будете быстрее развиваться, быстрее получите какие-то нормальные руны. Ведите в какой-то там рейтинг на арене, на ГВ захват, пройдете башню, оформите пачку на гиганта, дракона, некорманта и прочее. Пишите вконтакте, по делу всегда отвечу. Также делаю чистку рун, консультации, места есть, обращайтесь, договоримся. Побед вам на ГВ и до встречи на стриме онлайн. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok